Привет-привет! Сегодня я вас хочу пригласить на мастер-класс вот по такому альбому в эко-стиле, сделанному из конвертов. Он не очень большой, но интересный и насыщенный внутри. Давайте я вам бегло покажу, а потом приступим. Первая страничка выглядит так, распахивается, здесь конверт. Следующая страничка открывашка на магните, здесь большая карточка. На следующем развороте открывашка вверх-вниз, здесь откидывается так, здесь тоже конверт. Следующий разворот. На левой страничке шейкер, здесь фотография, за которую спрятана карточка. Открывается так, здесь карточка вставляется. Здесь у нас конвертик и здесь тоже большой карман. Следующий разворот. Здесь карман такой, и здесь еще одна большая карточка. На следующем развороте мостик, за который можно вставить фотографии. Здесь откидывается так, спрятан магнитик, и здесь также большой карман. Ну и заключительный разворот. Сюда можно приклеить большую фотографию, здесь карман, а здесь место для фотографии. В нашем альбоме всего будет пять страничек. Какие-то из них посложнее, какие-то попроще. И именно подготовкой конструкции для этих страничек мы сейчас и займемся. Я приготовила 7 конвертов размером 17,5 на 12,5 и 2 конверта 16 на 11. Также мне понадобится резак. Можно, например, резать по металлической линейке, но так как есть резак, буду пользоваться им, поскольку это быстрее и удобнее. Также нужен будет клей и ножницы. Для первой странички нам понадобится 2 конверта 17,5 на 12,5. У каждого из конвертов я отрезаю низ. Затем склеиваю их таким образом. Здесь я поставил крестики, это места склейки. То есть я наношу клей на клапан и приклеиваю к основанию конверта с обратной стороны, то есть там, где мы сделали прорезь. В результате у нас должна получиться вот такая конструкция. Здесь конверт открывается, он сквозной. Затем переворачиваем. Здесь приклеен клапан 2 конверта и он тоже сквозной. Эта страничка готова. Можно было приклеить, например, не на клей, а на вот такой двусторонний скотч. Таким я пользовалась в начале своей скраповой деятельности, но время показало, что ни один из них недостаточно надежен. То есть со временем он начинает рассыхаться, отваливаться и теперь я его использую только для открыток. Давайте займемся второй страничкой. Здесь у меня два конверта 17 на 12 и один конверт, вернее 17,5 на 12,5 и один конверт 16 на 11. Этот конверт я откладываю в стороны, а эти два конверта я склеиваю вот таким образом клапан к клапану. Надеюсь, вы обратили внимание, что здесь я приклеила не полностью весь клапан, а только по его краю. Потому что весь клапан нам не понадобится, и мы его сейчас отрежем, оставив от него приблизительно один сантиметр. Затем мы обрезаем краешек у этого конверта и у этого. Так как у меня сабельный резак, я могу сложить их вместе и сделать это одновременно. Здесь у нас с вами получились два вот таких вот входа. Затем мы берем конверт 16 на 11, как видите здесь у него клапан и обрезаем его с этой стороны. Должно получиться в итоге вот так. Теперь мы вот этот маленький конверт прикладываем к клапану и отмечаем его высоту. Затем надрезаем до линии сгиба. Теперь вот этот маленький хлястик подклеиваем к одному из конвертов. Теперь нам нужно вклеить маленький конверт таким образом, чтобы вот этот оставленный бортик оказался вот здесь внутри. То есть вот так. У нас должна получиться вот такая конструкция. Этот конверт с открытым входом, затем маленький конвертик, в который мы можем потом дополнительно положить фотографии. Переворачиваем и здесь тоже сквозной конверт. Откладываем в сторону. Затем берем обычный конверт и отрезаем у него также низ. Все, с этим конвертом мы больше ничего делать не будем, откладываем его в сторону. Еще один такой же конверт. У него мы также отрежем нижнюю часть, но предварительно приклеим клапан. Мы отрезали низ у конверта и то же самое делаем со второй стороной. Это будет еще одна простенькая страничка. По результату у нас получился с вами заклеенный конверт с отрезанным верхом и низом. И заключительная страничка. Для нее нам понадобится конверт 17,5х12,5 и 16х11. У большого конверта также отрезаем низ. Затем мы приклеиваем клапан маленького конверта с обратной стороны большого. То есть здесь остается клапан, здесь у нас разрез и мы приклеиваем вот таким образом. Вот что у нас получилось. Здесь открывается большой конверт, он сквозной. Затем раскрываем так и здесь за клапан у нас с вами приклеен маленький конверт. Все, основа страничек для нашего альбома готова. Теперь мы с вами займемся переплетом. Для переплета я приготовила вот такой кусочек крафтового картона. Если высота конверта у меня 17 см и 5 мм, то высота заготовки 17 см и 2 мм. Что касается ширины. Если вы будете бегать на доске с дюймами, как у меня, то ширина заготовки 15 см и 2 мм. Если вы будете бегать по сантиметровой доске либо с помощью линейки по сантиметрам, то тогда ширина заготовки составит 16 см. И вы будете откладывать по сантиметру каждую беговку. У меня же на доске вот такой с дюймами. Получается, что я бегаю свою заготовку через каждые три рисочки. Повторюсь еще раз, если вы бегаете по сантиметрам, то ширина между каждой беговкой будет составлять 1 см. Теперь нашу заготовку нужно согнуть. Первый сгиб мы делаем вовнутрь. Затем наружу. Снова вовнутрь. И еще раз вовнутрь. Таким образом у нас с вами должна будет получиться вот такая конструкция. То есть сантиметр между страничками. Затем вот такая горочка. Вот она. Ее мы затем склеим. Это для приклеивания страничек. Затем опять расстояние между страничками. И снова будет вот такая горочка. То есть получается мы согнули наружу, внутрь, наружу, опять наружу, внутрь и наружу. И теперь повторяем все эти действия. Поехали. в итоге должно получиться вот так теперь доску я убираю она нам не понадобится и склеиваю переплет то есть я должна нанести клей на вот эти вот углубления и склеить их между собой а Картон у меня очень плотный, поэтому я оставляю на некоторое время, чтобы все хорошенько просохло. Вот такой переплет у нас получился. И теперь мы можем вклеивать страницы в том порядке, который нам больше нравится. Для себя я определила его так. Первая у меня будет сложная страничка, вот эта, которая здесь имеет сквозной конверт, а здесь открывающийся клапан. Приклеивать я ее буду здесь. Затем простая страничка с открывающимся клапаном. Вклею я ее здесь. Затем опять сложная страничка, в которой внутри спрятан вот такой маленький конвертик. И приклеивать я ее буду здесь. Далее идет опять простая страничка. Вот такой сквозной конверт. Причем вклеивать я буду со стороны клапана, который мы заклеивали, для того, чтобы потом карточка туда легко вставлялась и не цеплялась за краешек бумаги. И последней будет вот такая вот страничка с приклеенным маленьким конвертом. И вклеивать я ее буду с этой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такая заготовка для миника у нас получилась. Смотрите, первая страничка открывается, здесь карман, затем перелистываем, здесь будет сплошная страничка, здесь сквозная, затем простая страничка с конвертом, эта страничка открывается так и так, затем снова простая страничка под большую карточку, и еще одна страничка, которая открывается так, и здесь еще маленький конвертик. Теперь можно приступать к декорированию. Субтитры создавал DimaTorzok